Реджинальд и Рональд Крей были культовыми фигурами, возглавлявшими самую влиятельную бандитскую группировку Лондона под названием «Фирма». Многим они стали известны по фильму «Легенда», в котором один из близнецов строил бизнес-империю, а второй ее разрушал. Но на самом деле был еще третий брат, Чарли Крей, который был настоящим серым кардиналом фирмы. В этом ролике я расскажу реальную историю всех трех братьев, а также о том, как одно убийство гангстера по кличке Шляпа смогло уничтожить всю криминальную империю Креев. Близнецы Ронни и Реджи Крей родились 24 октября 1933 года в семье торговца «Золотым ломом». Отец очень мало времени проводил с семьей из-за частых разъездов. Воспитанием мальчиков в основном занимались их мама и тетя. Однако без мужского примера поведения братья не остались. Отца им заменил дед по материнской линии Джимми Ли, бывший профессиональный боксер по кличке Пушечное Ядро. Именно под влиянием деда близнецов отдали в секцию бокса, где они и приобрели пригодившиеся им в жизни навыки. Разница характеров близнецов выливалась и в разные стили ведения боя. На вопрос их деда о перспективах братьев в спорте, тренер решил не юлить и честно признался, что у Реджи шанс на карьеру есть. И еще какой. Ловкий, быстрый и точный в ударах Реджи был лучше всех в группе. А вот у Рональда шансов было мало. Хоть он и обладал мощью, даже большей чем брат, он очень расхлябанно относился к тренировкам техники. Во время боя он не контролировал силу удара, не умел правильно распределить силы на все раунды и совершенно не умел проигрывать. Для профессионального спорта это огромные недостатки. Секцию бокса также посещал и старший брат близнецов Чарли. Но из-за того, что его познакомили со спортом в позднем возрасте, он также звезд с неба особо не хватал. У большинства братьев не принято драться друг с другом на потеху толпе. Близнецы были явно не из этого большинства. Как-то раз в 14-летнем возрасте братья решили поучаствовать в нелегальных боях на одной из ярмарок. Где каждый мог принять бой, выйти на ринг и получить за это 5 шиллингов. Низкий лысоватый мужчина успевал служить рефери, судьей и ведущим. Кто готов попытаться отнять у меня 5 шиллингов, громко поинтересовался ведущий, когда бой между двумя рабочими завода был закончен. Я, раздался голос Ронни. А ты у мамы разрешение спросил, рассмеялся ведущий. Все в зале тут же приняли эстафетную палочку у ведущего и начали смеяться над 14-летним Рональдом Креем. Реджи скосил глаза и увидел готового сейчас же убить ведущего брата. Глаза Рональда налились кровью, а кулаки непроизвольно сжались. Тише, господа. Лучше ответьте мне, кто готов сразиться со смелым юношей? Ехидно поинтересовался ведущий. Он полагал, что таких в зале не найдется, и инцидент будет исчерпан. Я готов. Поднял руку Реджи. Ведущий хотел было отмочить пару своих фирменных шуточек, но вовремя поймал на себе переполненные яростью взгляды братьев. Он посмотрел на абсолютно одинаковых ребят, махнул рукой и пригласил их на ринг. Когда братья поднялись на ринг, толпа возликовала. Такого зрелища здесь не видели. Двое абсолютно одинаковых мальчишек решили сразиться за пять шиллингов. Начался бой. Силы братьев были примерно равны. Оба не желали сдаваться и избивали друг друга на радость толпе. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы Близнецов не разнял их старший брат Чарли. Чарли Крей не был показан в фильме, однако именно он впоследствии стал мозгом организации. И именно он был единственным человеком в группировке, к которому прислушивались Близнецы. В фильме у Близнеца Рональда был образ полного психопата-отморозка. А у Близнеца Реджи был образ хоть и бандита, но в целом адекватного и здравомыслящего. Однако на самом деле впоследствии отморозками стали оба Близнеца. Один стал чуть раньше, второй чуть позже, но все равно стал. А единственным сдерживающим их фактором был их старший брат Чарли. Давайте я для затравки анекдот расскажу. Вам он понравится? Параноидальный шизофреник заходит в бар. Отец семейства во время Второй мировой войны уклонялся от армии. Следуя его примеру, Близнецы тоже не особо жаждали отдавать долг родине. Когда их в 52-м году призвали в армию, братья в первый же день оттуда дезертировали. Их попытался остановить один из Капралов, но братья объяснили Капралу, что тот не прав, сломав ему нижнюю челюсть. Конечно же, такая наглая выходка не осталась безнаказанной, и Близнецы были отправлены на Гауптвахту. С этого момента начался процесс преображения Близнецов в настоящих уголовников, которые впоследствии подомнут под себя весь Лондон. На Гауптвахте Близнецы продолжали отрицать режим. Они постоянно обливали охранников экскрементами, регулярно сбегали в самоволку и однажды даже избили одного из надзирателей, приковав к решетке собственными наручниками. Этот эпизод был показан в фильме, однако происходил он в отличие от картины еще во время первого заключения Близнецов. В конечном итоге они были осуждены военным трибуналом и отправлены в тюрьму. В тюрьме Близнецы продолжили перенимать опыт бывалых уголовников и обзаводились связями в криминальном мире. Примерно в этот же отрезок времени начинаются первые упоминания о нетрадиционной ориентации Рональда. Здесь стоит внести ясность. В то время в Англии не царила нынешняя толерастия. Ему же ложство считалось уголовным преступлением. В криминальных кругах подобная ориентация авторитета, мягко говоря, тоже не добавляла. Близнецы особо не любили обсуждать эту тему, но известно точно, что когда они выходили из тюрьмы, их встретил старший брат Чарли со своей женой Донни. К жене своего старшего брата Рональд сразу начал относиться с нездоровым отвращением. Некоторые очевидцы тех событий заходят еще дальше, утверждая, что второй близнец Реджи был либо тоже геем, либо как минимум бисексуалом. А поскольку это последнее, чем можно было бы гордиться в то время, близнецы занимались сексом только друг с другом еще с подросткового возраста. Что бы об их ориентации никто не узнал. Такие щекотливые подробности раскрыл престарелый гангстер Фредди Форман в своем интервью в 2014 году. После того, как близнецы вышли на свободу в 1953, ни о какой спортивной карьере уже не могло быть и речи. Впрочем, Реджи и Рональда это не особо расстраивало. Чем занимался старший брат Чарли, пока близнецы сидели в тюрьме, достоверно неизвестно. Ни в одном интервью или автобиографии братьев этот вопрос не поднимался. Однако к тому времени у него уже водились серьезные деньги. И именно на его финансирование близнецы купили первый захудалый бильярдный клуб. И превратили его в настоящий криминальный офис братьев Крей. Здесь собирались мошенники, карманники, избывали краденый товар. Попутно братья начали заниматься незаконными ставками, разбоем, вымогательством. В общем, начали вести полноценную бандитскую жизнь. Группировку братьев начинают называть фирмой, а слава о ней постепенно начинает облетать весь Ист-Энд. Рональд относился к бандитизму очень серьезно, как к настоящей войне. Он даже создал небольшую сеть информаторов из подростков, которые сообщали членам банды, где что плохо лежит и чем можно поживиться. За подобный подход Рональд получил кличку «Полковник». Ждал нормальной перестрелки с нормальными мужиками, как полковник Гастер и Джеронима. Вы про них не слыхали? В фильме Том Харди попытался подать каждого из близнецов так, чтобы зрителю их было легко отличить. А вот в реальности братья, наоборот, часто пользовались своей схожестью и пытались всех запутать. Например, известен случай, когда Рональд прострелил ногу одному из своих врагов. И когда полиция его арестовала, в участок явился Реджи и взял всю вину на себя. Позже дело развалилось, так как у Реджи было алиби. Его видели десятки людей в другом месте. Правоохранительные органы, правда, не оценили шутку братьев. Полиция восприняла выходку братьев как личное оскорбление и сочла делом чести привлечь их к ответственности. Через месяц их арестовали за избиение еще какого-то бандита. Реджи в итоге отпустили, а Рональду дали три года. После суда медики диагностировали полковнику параноидальную шизофрению и отправили на лечение в клинику. Братья вновь решили использовать свое сходство. Когда на свидании к брату-близнецу приехал Реджи, Рональд вышел на свободу вместо него. А при ехавшей полиции Реджи сообщил, что не обязан следить за своим братом. Находился на свободе Рональд, правда, недолго. В фильме Реджи запугал доктора, чтобы выписать Рональда из больницы. А в реальности Реджи хоть и помог вначале полковнику сбежать, но затем понял, что его брат действительно болен, а постоянные попойки на свободе только ухудшают его состояние. Поэтому он лично сдал Рональда обратно в больницу, против его воли, и настоял, чтобы его брата держали там столько, сколько понадобится, до полного выздоровления. Примерно с этого отрезка времени начинаются события фильма. Пока Рональд был в клинике, Реджи познакомился с Фрэнсис. Как и в картине «Свою будущую невесту» Реджи безумно любил. Этому есть много подтверждений, в том числе и ее дневник. Так что, скорее всего, Реджи все же не был стопроцентным геем, которым его пытаются сегодня выставить, а был просто бисексуалом. Когда на свободу из психушки вышел Рональд, его братья Реджи и Чарли уже отошли от обычного разбоя и пытались выстраивать легальный бизнес, по крайней мере, легальный на первый взгляд. Помимо открытия игорных заведений и баров для отмывки грязных денег, они отработали очень интересную и, самое главное, прибыльную схему мошенничества в духе Джордана Белфорта. Братья открывали компанию по оптовым поставкам продуктов и алкоголя. Эта компания начинала показывать бурную деятельность, нарабатывала отношения с поставщиками и банками. Затем на компанию брались большие кредиты и товары в отсрок. В один прекрасный момент контора объявляла себя банкротом, а подставные владельцы благополучно скрывались из виду. Полученные продукты и алкоголь фирма реализовывала в подконтрольных ей барах и игорных заведениях, тем самым увеличивая их рентабельность. На одной такой операции братья могли заработать более 100 тысяч фунтов стерлингов. На вырученные средства открывались новые легальные рестораны, бары и казино. Под них снова открывалась подставная оптовая контора и так до бесконечности. Казалось бы, присоединяйся к своим братьям и становись респектабельным бизнесменом, но нет, Рональду на все эти хитроумные схемы было наплевать. В клинике он и вправду пошел на поправку и был выписан без показанного в фильме запугивания. Однако доктора ему прописали лекарства, которые были несовместимы с употреблением алкоголя. Как вы уже догадались, Рональд не только пил практически каждый день, но и любил побаловаться порошком. После чего он бросался с кулаками на окружающих, привлекал дебильными выходками внимания полиции и грозился убить невесту брата Фрэнсис. Кроме того, Рональд получал какое-то маниакальное удовольствие от разборок. И если можно так выразиться, применял силу не столько в интересах бизнеса, сколько для души. Поэтому, когда к фирме обратился один банкир и попросил защиты от группировки Ричардсонов, Рональд был на седьмом небе от счастья и с радостью втянул всю организацию в привычный ей бандитизм. Ричардсоны были еще одной братской бандой, основным костяком которой были Чарльз и Эдвард Ричардсоны. Банда часто прибегала к инсценировке судебных процессов, на котором обвиняемым назначали разные наказания. Вырывание зубов с помощью плоскогубцев, отрезание пальцев, пребывание жертвы гвоздями и пропускание электрических зарядов через гениталии. За такие судебные процессы Ричардсонов называли еще бандой пыток. В общем-то, львиная часть фильма «Легенда» строится вокруг конфликта Креев и Ричардсонов. Однако, противостояние банд показано немного скомканно. И если не знать реальную историю, не совсем понятно, почему Креи продолжали бороться с группировкой, даже после того, как главарей банды Ричардсонов посадили. На самом деле, в картине просто растянули события последних дней войны банд на несколько лет. Война велась много лет, и после очередной перестрелки между людьми из банды Ричардсонов и сторонниками братьев Крей, посадили почти всех членов банды Ричардсонов. О чем, собственно, и говорится в фильме, когда арестовывается главарь группировки при просмотре финала чемпионата мира. Однако в картине почему-то между арестом почти всей банды и арестом Джорджа Корнелла проходит большой промежуток времени. И якобы Рональд убивает Корнелла через много лет после перестрелки с Ричардсонами, когда Корнелл покусился на территорию братьев. На самом деле, дело происходило не так. Джордж Корнелл случайно не присутствовал во время перестрелки, и поэтому не был арестован. На следующий день, после того, как Корнелл навестил своих друзей в больнице, он отправился в паб слепой нищий. Разведка у полковника сработала отлично и донесла диспозицию противника. Рональд отправился в бар со своей шестеркой бандитом Барри. По словам очевидцев, Корнелл, увидя Ронни, произнес «Так, посмотрите-ка, кто здесь». Рональд ничего не ответил, а просто достал пистолет и выстрелил Корнеллу в голову. После чего спокойно направился к выходу, Барри произвел пять выстрелов в воздух и велел посетителям не сообщать о происшествии в полицию. Изначально этой войны между группировками и вовсе не должно было быть. Чарли почти убедил близнецов, что кровь – это лишние расходы. Но на одной из сходок Корнелл назвал Рональда жирным пидором, а полковнику только повод был нужен для войны. В общем, как я уже говорил ранее, именно Чарли был самым уравновешенным из братьев. К нему прислушивался Реджи, а затем вместе они уже усмиряли параноидального шизофреника Рональда. Но из года в год Чарли становилось все сложнее и сложнее контролировать близнецов, ведь Реджи с каждым годом становился все больше похожим на своего брата. Финальной точкой в преображении Реджи стал 67-й год, когда его жена Фрэнсис покончила жизнь самоубийством. На фоне этого события Реджи еще быстрее начал терять рассудок, постепенно становясь точной копией психопата Рональда. В фильме правильно показано, что проблемы у близнецов начались после того, как Реджи зверски убил Джека Маквита по прозвищу Шляпа. Вот только в фильме немного непонятно, почему раньше близнецам все сходило с рук, а именно после этого убийства все члены фирмы ополчились против близнецов и начали давать против них показания. После смерти своей жены Реджи начал много пить и был не в состоянии вести дела. Рональд начал подначивать брата, якобы тот тряпка, и из-за него люди скоро перестанут уважать фирму. А если перестанут уважать, значит скоро пойдет целая волна предательств. Как и в фильме, Рональд заказал убийство управляющего Лесли Пейна у Шляпы за 1000 долларов. Вот только в реальности Шляпа не срывал убийство, как в фильме. Он просто долго не мог его выполнить. Рональд сказал Реджинальду, что Шляпа не собирается исполнять заказ, потому что теперь не уважает близнецов. И единственный способ вернуть уважение – убить Шляпу, и убить его должен именно Реджи. Таким образом и Реджи сможет доказать Рональду свою профпригодность, и фирму вновь станут уважать в обществе. Рональд совершил прилюдное убийство человека, которого многие члены фирмы считали отличным парнем, не заслуживающим смерти. Шляпа не оскорблял жену Реджи и не ставил фирму под удар своими глупыми действиями, как это было показано в картине. Он просто стал жертвой двух психопатов. Жестокая расправа над Джеком МакВитти заставила многих людей отвернуться от братьев Крей. Некоторые из них были готовы давать показания Скотланд-Ярду о том, что произошло, опасаясь, что с легкостью могут повторить участь Шляпы. Дело усугубилось тем, что старший брат близнецов Чарли, видя, что он больше не в состоянии совладать с двумя психопатами, за несколько месяцев до убийства Шляпы начал постепенно отдаляться от всех дел фирмы. Видимо, он хотел соскочить с темы, чувствуя, что музыка начинает затихать. Однако соскочить ему не удалось. Чарли был приговорен к 10 годам тюрьмы за соучастие в убийстве Джека МакВитти. Как ни странно, находилось много людей, утверждающих, что Чарли получил свой срок несправедливо, и что его осудили только за то, что он носил фамилию Крей. Ведь он даже не присутствовал на месте преступления. Однако, на мой взгляд, к этому приговору стоит относиться как к делу Аль Капоне, которому не смогли ничего вменить, кроме неуплаты налогов. Для общества, по сути, не имеет большого значения, за что именно осуждается бандит. Главное в этом деле, то, что Чарли действительно был причастен ко всем преступлениям фирмы. О том, что Чарли не был невинной овечкой, говорит еще и то, что после выхода на свободу он не начал вести добропорядочный образ жизни, а был повторно осужден за сбыт белого порошка на сумму 39 миллионов фунтов. В этот раз Чарли получил 12 лет. Однако, весь срок он не досидел. 4 апреля 2000 года Чарли скончался из-за проблем со здоровьем. Близнецы Реджи и Рональд после убийства Шляпы получили пожизненный приговор с правом обжалования через 30 лет. Судья, выносивший вердикт, завершил обвинительный приговор такой фразой. По моему мнению, общество заработало отдых от вашей деятельности. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео.